Здравствуйте, меня зовут Пудов Илья, я ученик 8-го боекласса. Моя сегодняшняя тема – модель беспилотного насильного аппарата «Спасатель». Актуальность проекта. Чрезвычайная ситуация – это неожиданное и отрицательное явление для всех живых организмов в нашем мире, которое может образоваться по самым различным причинам. Если на какой-либо территории имеются здания или сооружения, и на ней происходит какое-либо ЧС, то зачастую последствиями этих ситуаций будут разрушения строительных объектов на этой территории. Разрушение домов и различных сооружений в результате ЧС приводит к завалам и очень сильно препятствует своевременному оказанию первой помощи пострадавшим. Исходя из этого, одним из способов оказания экстренной помощи пострадавшим в результате ЧС может быть разработка беспилотного наземного аппарата, который сможет не только находить людей под руинами, но и сможет оказать им первую помощь в виде связи с пострадавшего со службой спасения в доставке необходимой провизии и медикаментов, определение температуры тела пострадавшего и другое. Моя цель – разработка модели беспилотного наземного аппарата для поиска людей под завалами, лавинами, осыпами в результате чрезвычайных ситуаций с обрушением зданий и оказанием им первой помощи. Исследовательская часть проекта. Исследование по проекту проводится в три этапа – подготовительный, основной и экспериментальный. Экспериментальную часть решили провести в школе, предварительно соорудив имитацию руин, в результате чего пришли к следующим выводам. Роботы-спасатели действительно являются эффективными инструментами в решении столь ответственного дела, как спасение людей. Наш беспилотный наземный аппарат-спасатель имеет следующие функции. Небольшие размеры позволяют проехать на труднодоступные и недоступные людьми места. Управление с помощью пульта дистанционного управления дает возможность без вреда здоровью и жизни спасателя первым достать до нужного объекта, пострадавшего, и оказать первую помощь. Встроенный тепловизор может определить температуру тела обнаруженного пострадавшего, тем самым определить его состояние. Встроенный ящик для доставки пострадавшему предметов от первой необходимости имеет достаточно большую грузоподъемность. Например, можно передать пострадавшему бутылочку питьевой воды, сухой паек, бин, мази и т.д. С помощью записи видеокамер аппарата-спасатель служба спасения может оценить не только состояние здоровья человека, но и степень сложных завалов, что приведет к более быстрой оценке ситуации и планированию спасательных мероприятий. Спасибо за внимание!